друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов сегодня я специально пораньше решил выйти в эфир и записать подготовить для вас контент потому что тема сейчас очень резонансные конечно же мы должны максимально по возможности держать руку на пульсе следите за тем что сейчас происходит потому что настроение меняются очень осенью центральная тема это выборы в сша кто же все-таки займет овальный кабинет дональд трап либо джозеф байт друзья я думаю что к этому ролику приложу ссылку где можно смотреть в моменте именно предпочтение электората и сколько набирают кандидаты напомню что избирательная система сша устроена таким образом что фактически имя следующего президента будет определяться не всеобщим голосованием а коллегии выборщиков и если какой-то кандидат хочет стать полноправным хозяином белого дома ему нужно брать 270 голосов на данный момент ситуация следующего у джо байдена 207 голосов при этом у трампа 148 по штатам могу точно сказать есть уже результаты более чем по 30 штатам но ключевые регионы еще находятся в статусе неопределенности то есть оттуда данных не поступало поэтому в принципе баланс может довольно быстро измениться то что происходит сейчас в плане американских выборов изначально я вам друзья очень много говорил что эти выборы будут очень скандальными потому что из-за факта дистанционного голосования есть возможности попробовать поспекулировать на этой теме что республиканцам и демократам мы можем оказаться в такой обстановке когда в штатах реализуется самый неблагоприятный сценарий то есть спорные результаты юридические разбирательства по именно опросу электората связанные с опросом электората в ведущих регионах штатах сша все это очень сильно задержит оглашение результатов выборов и в этот период когда все-таки мы будем находиться в неизвестности рынки будет очень неплохо штормить у нас есть опыт того как вели себя рынки в шестнадцатом году когда трамп бился с клинтон и волатильность тогда в рамках одной торговой сессии она в принципе очень практически точно совпала с той волатильностью которую мы видели в моменте сейчас ключевых финансовых активах инструментах рынка форекс посмотрите прямо сейчас на дневные графики евро доллара фунта австралийца новозеландца эти инструменты эти валютные пары дали дневной ход по волатильности около 200 пунктов фунт остается одним из рекордсменов накануне мы видели восстановление пары больше чем на 200 пунктов потом резкое падение на 200 пунктов и сейчас рынок по-прежнему еще не определился какой вектор движения является для доллара ну и соответственно уже для всех других активов категории рисков какой вектор является более предпочтительным была также ситуация в плане прецедента похоже с сильно затянувшимся оглашением результата выборов двухтысячном году когда джордж буша бился с альбертом гором тогда из-за юридических разбирательства во флориде именно окончательное оглашение результатов затянулась на месяц друзья и на протяжении всего месяца я не поленился я посмотрел рынок показывал разностороннюю динамику но там вообще невозможно было торговать он успел побывать и на хаях и на низах очень рассчитываю на то что в этот раз ситуация все-таки будет иной мы сможем раньше узнать имя президента и сразу же проработаем вектор дальнейший политический этого новоиспеченного американского президента и уже начнем готовиться к новым мерам экономического стимулирования которые необходимы американской экономике сейчас в условиях продолжающихся сохраняющихся катастрофических последствий распространения к вида и первое решение друзья я вам также уже очень много говорил что от трампа что от байдена будет новый пакет госпомощи фискальных стимулов ну примерно на 2 триллиона долларов сухом остатке получается если текущий баланс распределение голосов о коллегии выборщиков будет размещаться в сторону байдена байден станет следующим президентом сша и по опросам экспертов аналитиков есть предположение что именно при байдене доллар может оказаться под серьезным прессом потому что байден представляет демократов а демократы ратуют за более агрессивное стимулирование американской экономики их прежняя инициатива вообще предполагала выделение экономики больше двух с половиной триллионов долларов республиканцы топят за меньшую сумму плюс ко всему если дальше развивать тему победы байдена энергетический сектор рынок нефти может оказаться под давлением я думаю друзья если для вас скажем сейчас имеет большое значение возвращаясь к российскими реалиям перспективы рубля могу сказать что при байдене рубль может столкнуться с еще большим прессом потому что опять же байден ассоциируется с возможностью усиления санкционного давления против российской экономики при новом витке санкционной агрессии скажем так рубль конечно же может столкнуться с дополнительным фундаментальным а прессом поэтому те прогнозы которые строят американские аналитики делают касательно того что будет с рублем относительно его девальвации против доллара и движение в район 90 рублей за одну единицу американской валюты эти прогнозы при байдене будут более чем оправданы также друзьям касательно именно дальнейшего поведения доллара я много раз говорил что он как только рынок столкнется с новостью о новых мерах экономического стимулирования доллар пойдет вниз сейчас индекс американской валюты топчется чуть ниже 94 пунктов собирается снижаться и в рамках вчерашнего дня мы видели развитие нисходящей динамики я думаю что такая тенденция продолжится запрыгнуть в этот мощный локомотив состав еще не поздно рекомендую присоединяться к сделке на оснижение потому что в случае победы байдена мы буквально в рамках одной двух недель получим от конгресса решение по новому пакету государственной помощи золото в связи с этим ставка в рост 1950 прогноз сети джипи морган он по-прежнему актуален евро против доллара 1 16 71 друзья вы должны понимать что до тех пор пока мы точно не увидим подтвержденную статистику того что 270 голосов представителей коллегии выборщиков а за байдена рынке будут показывать мощную волатильность сейчас евро доллар 1 16 71 хотя допускают что за последние минуты когда я принципе вещаю на брифинге картина могла и измениться ставка на рост европейской валюты сохраняется потому что это идея полностью базируется на потенциальном ослаблении доллара фунт против американца 1 30 0 5 я ранее говорил что рискнув с короткой позиции я не отказываюсь от своих слов американский фондовый рынок 27 тысяч 477 это по доу-джонсу четвертый день подряд мы растем и надеюсь не нужно никому повторять что новые меры экономического стимулирования это то что ассоциируется с неизбежным ростом фондового рынка потому что чем больше денег придет в экономику можно будет смело отрезать половину этой мощной потенциальной денежной инъекции и как бы представлять что эта половина уходит фондовый рынок безусловно на этом фонда на вырастет а нефть 40 60 волатильность вы сами друзья видите на прошлой неделе снижение на 12 процентов на этой неделе то есть за только лишь два дня фактически восстановление на 10 процентов на чем на комментариях опек плюс о том что они готовы поддержать рынок нефти но если ситуация с пандемией будет развиваться также негативно как и сейчас то страхи относительно падения спроса все-таки должны задавить покупателей и обеспечить дальнейшее снижение рынка углеводородов друзья на этом собственно все призываю вас еще раз следить за загрузкой ваших депозитов за риск менеджментом это очень важно волатильность остается значительной после всего вот этого новостного шума мы будем работать с теми идеями которые я только что озвучил но нужно чтобы ваши депозиты до этого дожили всем пока